Швеция и Финляндия ранее образцы пацифизма и нейтралитета теперь являются членами НАТО, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, в Европе никто больше не сомневается в необходимости общей обороны. В качестве примера привел Германию. Там основные партии Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия, по словам Туска, соревнуются друг с другом в том, кто из них более проукраинский. Никто в Европе не будет чувствовать себя в безопасности, если Киев проиграет войну, подчеркнул польский премьер. От нас зависит, чтобы Украина смогла избежать пессимистических сценариев. О войне в Украине, возможно, придется думать в долгосрочной перспективе. Это означает все новые и новые обязанности для европейских стран. В наших интересах поддерживать Украину в наилучшей форме. В Польше все об этом знают, и это не обсуждается. Дональд Туск, премьер-министр Польши. Из публикации «Речь Посполита». В настоящее время Польша тратит на оборону 4% своего ВВП, в то время как другие европейские страны еще не достигли целевого показателя НАТО в 2%. По словам Дональда Туска, премьер-министр Испании Педро Санчес попросил лидеров стран ЕС перестать использовать слово «война» в своих заявлениях на саммите, потому что люди не хотят чувствовать угрозу. В ответ премьер-министр Польши подчеркнул, что в его части Европы война больше не абстрактна, и предупредил, что возможен буквально любой сценарий. Очевидно, что наши западные партнеры это понимают, ведь не просто так активизировалось производство группы товаров военно-промышленного сектора в разных странах европейского континента. Нидерланды этим летом разместят зенитные ракетные комплексы «Петриот» в Литве. Одновременно запланированы военные учения двух стран. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Литвы. Как отметили в ведомстве, учения будут играть важную роль в укреплении совместной противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО. По мнению главы Минобороны Литвы, развертывание «Петриот» на территории страны – отличная новость. Участие нидерландских солдат в батальоне передовых сил НАТО, миссии воздушной полиции стран Балтий и подразделений интеграции сил НАТО имеет большое значение для безопасности балтийских стран. Этим шагом мы также укрепляем наше сотрудничество в сфере противовоздушной обороны. Лаурина Скащунас, министр обороны Литвы, из заявления на сайте Министерства обороны Литвы. Литва обсудила возможность развертывания средств ПВО в регионе, также США, Германии, Швеции, Италии и Греции. На саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены блока решили укреплять противовоздушную противоракетную оборону НАТО. Эта модель позволяет усилить сдерживание, отметили в оборонном ведомстве страны. По словам президента Литвы Гитана Санауседы, главная задача НАТО сейчас остановить Россию. Для этого необходимо усилить поддержку Украины. В частности, Вильнюс выделил 35 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины по чешской инициативе. Чехия нашла 800 тысяч снарядов для Украины у потенциальных поставщиков за пределами ЕС. Причем это число может потенциально вырасти до полутора миллиона. Боеприпасы союзники намерены приобрести для вооруженных сил Украины. Кристина Домбровская для телеканала Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok